Ну, сейчас туман, плохо видно, а так вот прям аэродром, взлетка. Вечером стоишь, смотришь, красиво, как садятся, как взлетают самолеты. Роман Краткевич показывает свою новую квартиру. 13-й этаж, светлая спальня, кухня и даже гардеробная. А ведь еще каких-то три месяца назад жить приходилось в совсем других условиях. Скидан, они там просто рушились, не сыпались. Ну, с какого он? 53-го года? Тем более, рядом, когда дом строили, он уже и пошел, фундамент пошел, что дом новый строили, там трещины пошли большие. Ну, ему еще пару лет, он развалился бы на самом деле. Дом номер три в гостином переулке признали аварийным. Жильцов необходимо было расселять. Роману, как и многим другим собственникам, выделили квартиру в новостройке микрорайона Гагаринский в рамках реализации муниципальной программы по переселению граждан, проживающих в аварийных домах. Квартира с отделкой, сантехникой и электрической плитой. Необходимым минимумом для того, чтобы собственники смогли как можно быстрее освоиться в новом жилье. У меня коммуналка была, а сейчас у меня, считай, здесь 44 квадратных метра, 43,9. У меня там было 12. Я наехал сюда и попал как будто на футбольное поле. Не ностальгируете, нет? Честно? Вот ни разу не вспомнила. Юлиана и Сергей Прохоровы смотрят фотографии бывшего дома, Парковая, 29, где они прожили почти 20 лет. Никакого сожаления и грусти, вспоминают. Кирпичи буквально сыпались на голову, отопления практически отсутствовало. В 2003-м только часть дома признали аварийным и расселили. Остальные жильцы ждали переселения долгие годы. В 2013 году только признали дом аварийным летом. А до этого он просто тихо рассыпался. Поэтому, когда администрация сменилась, слава богу, что новая администрация нас услышала. Наконец нас оттуда забрало. Было неверие в то, что это произойдет быстро. Мы до сих пор не верим, что до Нового года смогли очутиться в этой квартире. Новый год семья будет встречать в комфортной, а главное – безопасной квартире. Потихоньку Прохоровы обживаются на новом месте. Признаются, что микрорайон пришелся по душе. Под боком есть все необходимое. Рядом и железнодорожная станция. В Гагаринском в рамках реализации инвестконтракта застройщик предоставил 44 квартиры для расселения жителей двух домов – Парковой 29 и Гостиного переулка 3. Всего же тех, кто в этом году смог улучшить свои жилищные условия, в Щелковском районе гораздо больше. Так что в решении проблемы переселения граждан из аварийного жилфонда намечен большой прорыв. В этом году первыми, кто начал расселять жителей, это инвестпроект МСК. Было предоставлено 17 квартир на улице Правомайской. Также мы сейчас активно занимаемся расселением жителей на улице Новая фабрика. Это 44 квартиры будут предоставлены. И также мы активно ведем расселение сейчас нашей казармы. Это 1-й советский 19, корпус 1, корпус 2, корпус 3. То есть по расселению в новый дом, который нам построил ПИК. Дарья Снегова, Александр Роджевский и телерадиокомпания «Щелково».